Мы с вами не раз, преподаватели высшей школы, думали, а почему нет нашего праздника? День науки, ну, нам говорят, ну, вы знаете, день науки, ну, вроде как, это же день ученых, а вы не совсем ученые, несмотря на ваши ученые степени звания, труды. День учителя, ну, кому несут цветы? Школьным учителям, да? И вот министр принял решение, и мы с вами теперь имеем возможность в этом году первый раз мы за все время можем поздравить друг друга с этим профессиональным праздником, почествовать награжденных, пожелать друг другу всего самого доброго. Первым на сцену поднялся доктор географических наук профессор Виктор Рудский. Он всю жизнь занимается преподавательской деятельностью. Приказом Министерства науки высшего образования ему присудили звание «Почетный работник сферы образования» и поблагодарили за многолетний добросовестный труд. На будущий год мне исполняется 50 лет научно-педагогической работы. В 1973 году я закончил университет, меня сразу распределили в научно-педагогический институт, и я всю жизнь работал или в НИИ, или в академических институтах, но в основном в университетах нашей страны, в разных университетах, это и Томский, и Алтайский, и Смоленский. Работал в Республике Беларусь, много очень лет работал, даже не сосчитать, сколько лет, 30, наверное, в разных университетах Германии, как приглашенный профессор. И, естественно, работал и в Штатах, и в Италии. Ещё одна почётная награда – нагрудный знак «Почётный наставник» у Любови Барановой, заведующей строительным отделением университета. Её стаж – 40 лет, 25 из которых она отдала ГГУ. Что Вы больше всего любите в своей работе? Детей. Они помогают жить, помогают понимать своих детей, домашних я имею в виду, помогают нам вообще оставаться, что называется, на плаву в этой жизни. Мы учим и учимся одновременно. Это точно. Я на работу иду, как на праздник. Дата праздника выбрана не случайно. 19 ноября – день рождения великого российского учёного, основателя Московского государственного университета Михаила Ломоносова. Он так говорил об образовании. Наука – есть ясное познание истины, просвещение разума – непорочное увеселение жизни, похвала юности и старости опора. Много раз поздравляем педагогов с разных сцен. Очень часто в моей памяти всплывали стихи, до которых все вы знаете строки «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». Вот я хочу сегодня перефразировать эти строки и сказать, что мы гордимся педагогами Кжельского государственного университета, которые прославляют Россию. И гордимся вашими выпускниками, потому что отсюда вышло огромное количество не просто замечательных людей, а замечательных высокопрофессиональных специалистов. Сейчас в российских университетах работает около 218 тысяч человек. Это почти 5000 педагогов из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В Кжельском университете трудится 108 преподавателей. Виктория Самылова, Сергей Григорьев и Игорь Чернышев для программы «Городские вести».